Девушки отдыхают Мужчина вернулся с дачи, а в квартире настоящий погром. Он подумал, воры, и ошибся. Это полицейские провели обыск, искали наркотики. О том, что в результате нашли и других последствиях оперативных действий, узнаем в суде. Стоп, стоп, стоп. Тут что, все наоборот? Тут кошка платит коту, а не кот кошке. Женщина хотела заработать на продаже породистых котят, но вместо этого оказалась в ветеринарной клинике с истерзанной кошкой. Удастся ли ей получить деньги с владелицы агрессивного кота? Я пошла в дирекцию, говорю, поменяйте мне его, я не хочу, он пристает ко мне на ногу. А мне сказали, проще тебя уволить, чем его поменять. Интенсивные фитнес-тренировки закончились для клиента обширным инфарктом. Какую роль в трагедии сыграли сексуальные пристрастия мужчины, а какую месть тренера решит суд? Истец требует возместить вред, причиненный произведенным по ошибке обыском. Ответчик иск признает частично, оспаривая размер нанесенного ущерба. Прошу садиться. Иск о возмещении вреда Емельянову ответчик местной администрации... Балуева. Понятно. Слушание, дело открыто. Ваша честь, я прошу удовлетворить мой иск о возмещении финансовых моих убытков и морального вреда. В общем, 13 июня я возвращался с дачи после праздников домой. Думаю, с утречка быстренько заеду, переоденусь перед работой и поеду быстро. Ну, застаю такую очень приятную картину. Значит, моя дверь опечатана, ну как это в кино, бумажки, печати, все расставлено, значит, еще мало того, еще и заварили. Стою, не понимаю, что происходит, смотрю, записка... Завалили? Заварили с варочкой, там, в двух или в трех местах, заварили ее, значит. Смотрю, бумажка, записка, вытаскиваю, читаю. В вашей квартире был обыск, у меня сразу хоп, а что за такое, какой обыск, я вроде законопослушный гражданин, незаконно не нарушал. И телефончик, обратитесь в ЖЭК. Хорошо, я набираю телефон ЖЭКа, мне отвечают, что в вашей квартире был обыск. Я говорю, какой обыск, мне домой надо попасть, мне на работу надо. Они говорят, сейчас мы вам пришнем слесаря, он вам срежет все эти заваренные части. Я говорю, замечательно, а я потом как, уйду, замок-то сломан. Они говорят, замечательно, вы сейчас можете просто купить замок, а мы вам его установим согласно Прискурану. Когда пришел слесарь, срезал это все, открыл дверь, я смотрю на свою квартиру и понимаю, что в квартире просто была бомбежка. Там все было просто в пух и прах, все разбили, все разбросали. Вещи просто как будто бы брали в шкаф. В чем дело-то, объясните. Дело в том, что выяснилось, что оказывается в моей квартире искали наркотики героин. Якобы полиция обратилась в ЖЭК, ЖЭК их провели, взломали дверь и начался обыск. Дверь просто разбомбили. Вот у меня есть даже фотографии, что с моей квартирой стало. Вот так вот стал выглядеть мой балкон. Они вскрыли всю обшивку, евровагонку, все сняли. Даже пол вскрыли. Полы все вскрыли. Дальше раздолбали всю вентиляцию. Выдрали все, решетки с корнями вместе с вентиляторами. Вскрыли потолок весь, то же самое. Судя по всему, наркотиков не нашли у вас? Судя по всему, да так да и есть, а ничего не нашли. Потому что, когда я пришел в ЖЭК, они говорят, у нас есть копия протокола, мы специально взяли посмотреть. Я говорю, хорошо, дайте ознакомиться. Такой, что искали-то? А в протоколе замечаю такую интересную заметочку. Я-то живу в доме номер 16, а в протоколе якобы досматривали и обыскали квартиру. Номер тот же, а дом 16А. 16А. То есть, замечательно, полиция зашла. Вот есть копия протокола, где это все прописано. Даже есть акт, где представитель ЖЭУ приходил, осматривал вместе со мной, что было повреждено в квартире. Вот все мы это зафиксировали. Вот все мои чеки, квитанции, соответственно. Замечательно, передайте мне все документы. Пожалуйста. И в общей сложности получается, что я долго бегал, искал крайних. Кто же это все сделал? ЖЭК говорит, идите в полицию. Полиция вообще, когда узнали, что они, оказывается, не ту квартиру обыскали... Но перепутали адрес, понятно. 16А. Квартиру это же самое. Мне это как-то не легче стало, что они перепутали это квартиру. Квартиру-то вообще просто разбомбили. С легким паром, помните? Да, помню, замечательно. Мне только тогда было, только париться осталось после этой бомбежки в квартире. Потому что в ней жить стало нереально. Вы просили администрацию возместить вам вред? Да, я обращался не только в администрацию, они мне начали играть в футбол. Администрация возместила вред? Нет, ничего. Письменное обращение в администрацию о возмещении вреда было? Все, все документально, все мы подтверждали, все обращали, составляли акт о повреждении в квартире. Все это было сделано. Все было как положено, все сделано. Зато наша доблестная администрация начинает. Виновата полиция, полиция, прихожу, полиция говорит, виновата администрация. Вот я так месяц и бегом. Почему я и прошу моральный еще ущерб возместить мне? Потому что мне практически месяц пришлось то выходить на работу, то не выходить. Возьмите свои требования. В общем, получается, вместе с моральным ущербом 396 тысяч 38 рублей. Без малого. 396 тысяч? 38 рублей. Из них компенсация морального вреда? 300 тысяч. Что вы скажете? Ваша честь, городская администрация, в лице которой, интерес которой я представляю, не отрицает факт данный. Да, произошла ошибка. Я бы сказала, ну то, что вы пережили, дорогой вестец, это трагическая ошибка. Но все мы люди, все мы человеки, всяко бывает. Но я считаю, что... За ошибки надо платить, а не говорить, все мы люди и человеки. Мы отрицаем факт нанесения ущерба, да, мы готовы оплатить, но я считаю, что завышена очень существенная сумма. Вы, извините, вы хотите за счет государства нажиться? Какого государства? 26,7,8. Примент вентилятора, вы тогда о сумме говорили. Вы бы набирали тогда нормальных сотрудников, которые бы выполняли свои должностные инструкции. Я еще вам... Уважаемая госпожа представитель, с какой стати нажиться? Ваша вина в том, что вы не проконтролировали в соответствии с законом. Имеет право обращаться, возмещает казна местного управления. Вот и возмещайте. Ну, в данном-то случае, ваше честь администрация при чем? Вот вообще, как все было, смотрите? Меня не интересует при чем или при ком. Меня интересует только закон. В данном случае закон говорит, что если права нарушены, возмещает местный бюджет. Точка. Вы обязаны возместить добровольно. Мы готовы оплатить ущерб, ну, по каких-то разумных пределах. А это разумные пределы. Я сам сейчас разберусь. Документы, подтверждающие неразумность этого гражданина, у вас есть? В данном случае нет. Нет, значит, вы не представляете надлежащих доказательств своей правоты. Какие-то либо еще документы есть у вас в свое оправдание? Важитесь, есть вот такой вопрос, что меня больше всего возмущает в этом деле. Так это возмещение морального вреда. Вы же понимаете, в каком режиме... Компенсация морального вреда. Компенсация морального вреда. А вы считаете, что вот человек пришел вот в эту вот развороченную квартиру, и он никак не страдает, что ли? Он что, не переживает? Я все понимаю, что переживает. А вот вы придете в свою квартиру, или, допустим, глава администрации вашей придет к себе. Ну, естественно, мог бы войти в положение хотя бы морального учебного, не заявляясь. А что в мое-то положение входило, когда мы отборчуру побили? В каком режиме работают сотрудники полиции? Чью жизнь охраняют-то? Я месяц бегал по вашим инстанциям. Дадача каждого гражданина – содействовать реализации государства. Когда мне даже дверь сломали, когда дверь сломали. Суд уходит для принесения решения. Далее в программе. Стоп, стоп, стоп. Ну что, все наоборот? Тут кошка платит коту. Ну да, получается так. Женщина кормила кошку возбуждающими препаратами, чтобы спарить ее со своим котиком. Но вместо случки произошла кошачья драка. Кошка лишилась глаза, а хозяйка кота доказывает в суде свою невиновность. Я пошла к дирекции, говорю, поменяйте мне его, я не хочу, он все встает ко мне на ногу. А мне сказали, проще тебя уволить, чем его поменять. Можно сколько угодно обвинять женщин в том, что они сами провоцируют мужчин, надевая короткие юбки или позволяя себе легкое кокетство. Право переходить границу это не дает. А месть обиженной может быть страшной. Оглашаю принятое решение. Иск удовлетворить. Возместить ущерб, причиненный имуществу истца. Признать действия незаконными, действия следствия незаконными. И возместить за счет казны муниципального образования. То есть за счет вашей казны. Далее я вам объясняю. Вот если бы вы в своевременно приняли решение о возмещении имущественного вреда, может быть тогда бы человек не обратился за компенсацией морального вреда. Потому что хождение по инстанциям это и есть нравственные страдания. Неужели вам это непонятно? Как только человек нормальный приходит в администрацию, у него настроение портится. В какую бы администрацию он не пришел. Ну и разъясняю вам, что решение суда будет основанием для привлечения, правда, к дисциплинарной, к сожалению, ответственности работников МВД, которые учинили у вас разбой фактически незаконным обыском. Решение суда понятно? Да, спасибо. Полностью придется возместить весь ущерб и компенсировать моральный вред. Окончено слушание дела. Вот и все. Ну что, на выигранные деньги, которые сегодня я все-таки отсудил, я доделаю свой долгожданный ремонт, а на оставшиеся я сделаю просто большую метр на метр табличку «Дом 16» здесь наркотиков нет. Городская администрация будет подавать апелляцию, так как мы по-прежнему считаем, что наши работники не виноваты, а виноваты сотрудники полиции, потому что превысили свои полномочия. Прошу садиться. Внимание! Главная новость сезона. Николай Бурделов возвращается в зал суда. Слушаю, дело открыто. Помните, как с ним было жарко? Больно, вот так. Теперь Николай Бурделов делит деньги. Вы своими виновными действиями причинили имущественный вред ИСУ и обязаны его возместить. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Истец требует компенсировать стоимость лечения кошки. Ответчик иск не признает. Заявляет, что проблемы у кошки возникли не по ее вине. Прошу садиться. В суд поступило заявление от долговой к Ярушиной о взыскании 127 тысяч рублей вреда. Правильно? Да, все так. Начинаем слушание дела. Вам слово. В общем, уважаемый суд, я хочу возместить ущерб за лечение своей кошечки. И плюс еще возместить деньги, которые я заплатила за случку кошки с котом-ответчицы, и которые она мне забрала, а беременность кошки так и не наступила. В общем, моя история такая, то что я являюсь владелицей кошки редкой очень породы тойгер. Вот фото ее. Я ее купила в клубе за большую сумму, 70 тысяч рублей. И у меня есть паспорт, все документы, у меня все есть. Там мне в клубе сказали, что кошка моя очень редкого окраса. Ну, сами видите, она очень редкая, и ее нужно разводить. Что нужно? Разводить, то есть котят получать от нее. То есть отдать ее на случку с другим котом. Зачем? Чтобы получить котят. Котят очень дорогие. То есть один котенок, если стоит 70 тысяч, то такие деньги на дороге не валяются. Но для такого случая нужен особенный кот. То есть он тоже должен быть из клуба, он должен быть определенной краски. И таких котов только всего 4 по всей Москве. И, к сожалению, вот один у ответчицы оказался кот. К сожалению. Почему к сожалению? Ну, потому что в итоге получилось, что моя кошка искалечена. Вот во что она превратилась. Вот в такое. Ну-ка, дайте-ка мне эту фотографию. Вы посмотрите. Давайте. Что было и что стало. Встаньте на свое место. А почему она цвет-то поменяла? Нет, цвет такой же остался. Просто, видимо, фотографии. Продолжай. Ну вот, в общем, я по объявлению стала искать кота, который подходит. Чтобы котята получили из хорошего окраса. Нашла вот у ответчицы такого котика. И, ну, у меня как раз командировка была в Милан на пару дней. Я ей привезла свою кошечку и взялась, ну, дала ей деньги. Вот у меня есть расписка, что она написала, что она приняла от меня 15 тысяч рублей за то, что я привезла кошку. Ну, так по правилам надо делать, чтобы кошку коту. И если беременность кошки не наступила, то она мне вернет. Стоп, стоп, стоп. Тут что, все наоборот? Тут кошка платит коту? Ну да, получается так. А не кот кошки? Получается, что так, да. Любопытно. Так. Вот. И что она, если беременность не наступит, то она мне вернет. У нас свое... Кого вернет? 15 тысяч? 15 тысяч вернет, да. Но в итоге-то получилось совсем ужасно. То, что когда я уехала на пару дней, когда я вернулась, это просто я не узнала свою кошечку. Вы видите по фотографии. То, что это просто ужас. Она ее в чудовище превратила. Ну, и почему вы требуете и 15 тысяч рублей, и 112 тысяч рублей? Вот, значит, 112, то, что я требую, это потому что, когда я приехала уже с командировки, я увидела кошку в ужасном состоянии, моя бусинка, она просто... На что вы потратили 112 тысяч рублей? На лечение, на лечение. У меня есть документы. Доказательства есть? Да, у меня есть. А необходимость лечения была? Конечно, она была просто... ...из ветеринарной клиники о том, что кошку вот в этом состоянии надо лечить. Есть? Есть. Может, она здоровая? Я в этот же день, когда только увидела... Передайте мне документы, подтверждающие ваши расходы. Вот. Врач мне все расходы расписал, все. И операция была, и... Да врачи у нас распишут. На лапку и на глаз. Все? А еще хотела сказать то, что ветеринар обнаружил то, что... Отвечица напичкала какими-то химикатами мою кошечку. В крови это обнаружено. То, что она, видимо, для повышения либидо, потому что ей нужны котята тоже. Ну, как мне тоже нужны были, но она в итоге мою кошку изуродовала и напичкала какими-то лекарствами. Ну, и какие же конкретные травмы получила ваша кошка? Да, когда я ее увидела, у нее был глаз изуродован. Просто глаза не видно было за всей шерстью. Все, выцарапан глаз. Шерсть, клочок шерсти на шее у нее выдран. Лапка хромает. Ну, это просто ужас смотреть на такое животное. Я ей принесла здоровую кошку. Она мне вернула чудовище какое-то. Ой-ой-ой. Защитница животных. Можно мне что-нибудь сказать сейчас? Ну, давайте. Зачем фингал-то кошке поставили? Я вот хочу прояснить, потому что фингалы ставить кошкам, это вообще не моя затея и не моя тема. Значит, моя тема такова, что у меня есть кот, точно такой же породы Тойгер, суперкот, суперэлитный, который уже очень давно вообще много кошек одарил прекрасными котятами. 15 тысяч рублей я имею в связке. Ну, как кошек люди разводят собак, я развожу кошек. В данном конкретном случае эта девушка действительно вроде как на два дня привезла мне кошку. Все хорошо, все замечательно. Проходит два дня, я звоню девушке, телефон не отвечает. У меня к вам еще один вопрос. Так это получается ваш бизнес? Это извлечение прибыли? Я, да, имею прибыль 15 тысяч рублей. Всю остальную прибыль имеют хозяева кошек. А сколько одна кошка стоит? Ну, 1070. Что-то вы мало берете. А сколько котят рождается? Ну, может быть, три, иногда четыре. Если кошка мелкая, то может быть котят... Налоги платите? Даже не знаю, что вам сказать. Ну ладно, говорите, что произошло. Я должна вам сказать следующее. По факту налогов сейчас не готово, а вот по факту того, что происходит здесь сейчас, могу рассказать. Значит, смотрите. Кошку я должна была взять на два дня. На два дня. Девушка уехала в Милан. Она, видите, какая хорошенькая, красивенькая. У нее там был шоп-тур. Все прекрасно. Все в шоколаде. Детка красивая вернулась. В своей красивой одежде. Я бы тоже так с удовольствием съездила. Просто я не так много денег имею, к сожалению. Значит, смотрите. Я случайно в соцсетях, вот я даже сделала фотографию этой странички, обнаруживаю народ. Это она обращается. Еду в Милан на шопинг. Нужно срочно передержать кошку пять дней. Пять дней этой девушке уже было запланировано. Понимаете? Было. Мне она об этом ничего не говорила. Два дня мы просто их как бы сводим для того, чтобы были котята. В итоге, что я имею? Я имею немножечко агрессивную кошку, которая приехала в наш дом на два дня. Ну ладно, два дня, суббота, воскресенье, я бы как-то перемучилась. Но дело в том, что телефон не отвечает. Хозяйка, защитница животных, никак не проявляется. Вообще никак. Ни на второй, ни на третий день. В итоге я не выхожу на работу, потому что я не могу двух животных оставить в доме. Они там вообще очень неадекватная была у нее кошка. Я вам честно скажу. Другими словами, у вас у самой возникли убытки, что ли? У меня возникли убытки. Я вам сейчас скажу, девушка, наверное, действительно водила кошечку свою к ветеринару. Но изначально, когда мой кот просто защищаясь, по башке шарахнул этой котяре, кошке неадекватной, получилось так, что он действительно и цепанул глаз. Но поскольку я сама имею животное, мне жалко эту кошку, дурынду буквально, я ее хватаю в охапку и тащу в ветеринарку. На всякий случай тоже вам предъявлю. 70 тысяч рублей. Сколько? 70 тысяч рублей стоило наложить глаз, шов на глаза вот этой кошки дурацкой. И вы заплатили свои деньги? Ну а что мне было делать? Что там дальше девушка делала своей кошкой, где лечилась? Я не знаю. Значит, смотрите, история такова. А почему же вы не заявляете тогда? Я пришла как истец, я не пришла как... Ой, как ответчик, я не пришла как истец. Хотя, наверное, было бы правильно сделать так. Я не знаю, про какую химию там говорит, что я напихала кошке, какие-то таблетки. Посмотрите, какая вы бескорыстная. Другими словами, вы 70 тысяч рублей прощаете. Я знаете как, не то чтобы прощаю, я просто из другого поколения, наверное, немножко. Сейчас девушки чуть-чуть другие, они как-то, знаете, умнее зарабатывают деньги, чем мы. Поэтому вот... Передайте мне, пожалуйста, документы, подтверждающие расходы на лечение кошки в размере 70 тысяч рублей. И вот эту... А эту распечатку, да, пожалуйста, я для вас ее сделала. Дайте. А почему она нотариально не удостоверена? В суд нужно предоставлять документы, которые являются доказательствами, а для этого нужно специально оформлять их. В данном случае нотариально удостоверить. Я, честное слово, первый раз в суде я понятия не имею, как делается эти дела. Я не могу использовать это как доказательство. Да, интересно, откуда у библиотекаря такая сумма, интересно, 70 тысяч? Зарабатывает по 15 тысяч, за каждую кошку, видимо, много. У меня есть свидетель, что вот она таблетку ей запихивала, которая запрещена на российском рынке. Какой свидетель? Есть даже распечатка. Пожалуйста, можно свидетеля позвать, который у меня есть? Она расскажет, что... Свидетель, который дил, которая таблетку давала вашей кошке. Давайте послушаем свидетеля. Пригласите. Свидетель, представь, возьмите. А, понятно. Моя соседушка. Здравствуйте. Представьтесь. Ваша честь, я являюсь соседкой ответчика, и действительно все хорошо слышу то, что происходит в нее. Соседка с какой фамилией? Симонова. А имя отчества? Нина Александровна. Ну так вот, Нила Александровна, вы живете рядом с ответчиком? Да. И что вы видели? Ну я и слышу прекрасно все, что происходит в ее квартире, и вижу... А что происходит в моей квартире? Да постоянные оргии какие-то кошачьи непонятные. Какие оргии, деточка? Орги! Ольга Олеговна. Два дня невозможный был кошачий крик. Уже не спать было невозможно. Мои кошечки плохо себя чувствовали. У меня тоже кошки дома есть, да? Я пошла посмотреть... Коты или кошки? Кошечки у меня. Вот. Пошла посмотреть, что же там происходит. Невозможно. Захожу, смотрю, она запихивает кошке в рот какие-то таблетки. А как вы заходите? Вы сначала звоните. Ну я постучалась. Да, я постучалась. Кто вам открыл дверь? Она же и открыла. И в этот момент, когда открывала, засовывала кошке таблетку? Она держала кошку в руке и таблетку в руке. Ну вы даете вообще. Как же вы открывали дверь, если у вас обе руки были заняты? Вот как-то открыла. Так приходила вам соседка? Нет, приходила. Соседка приходила, я не буду отрицать, это был факт такой, да. Почему приходила? Она приходила якобы пожаловаться на какие-то громкие разговоры моих... Да, кошек. Разговоры? Крики? Крики? Крики. Крики, визги. Крики собак. Кошек, да, кошек. Если бы это были лаяли собаки, я бы еще могла... Собаки, кошки. Ну я, конечно же, волнуюсь, из такой дурацкой ситуации я никогда не попадала. Я занимаюсь этим уже давно, и чтобы на меня кто-то жаловался, что у меня кот неадекватный, этого просто быть не может. Нормальный, интеллигентный котик. А тут оказывается, оргии какие-то. Подождите, подождите, давайте дослушаем свидетелей. Итак, вы, вам открыли дверь в одной руке, кошка в другой, таблетка. Да, в другой таблетка. Она ее запихивает, говорит, заходи, заходи. Я говорю, что ты делаешь, какие-то, что ты, говорю, и чем ее кормишь? Она говорит, успокоительное даю кошке. Ну, она как бы давно занимается этим... А кошка-то какая была? Маленькая такая, не ее кот. Ее кота, я знаю, какая-то другая была кошечка такая, маленькая, красивая. Но вот потом, как выяснилось, это кошка истца. А в каких отношениях вы находитесь с ответчиком? Ну, мы общаемся. В дружеских, в приятельских? В приятельских отношениях. То есть вы, и вы хотите оставаться в приятельских? Я хочу справедливости, ваша честь. Мне надоел этот вертеп кошачий. Развела тут, я не знаю. Что я развела? Постоянно кошек приводит, хрипит. То есть вы, у вас есть заинтересованность в том, чтобы... Ко мне что, мужики приходят, что ли, я вертеп взяла? Потому что невозможно слышать этот постоянный кошачий оргий, вот эти, вот наша честь. Другими словами, у вас неприязненное отношение на почве содержания ответчиком своего кота. Притона этого кошачьего. Притона этого кошачьего. Вот я клянусь, знать не знала, что это вас так раздражает. Какие у вас еще доказательства тому, что ответчик нарушило что-то благосостояние этой кошки? По поводу того, что когда я спросила про таблетки успокоительные, она сказала, что успокоительные дали кошки. Успокоительные давали кошки неадекватные. Никакие, это не успокоительные. Это возбудительные были. Возбудительные это были. Со мной разговаривали. Вы знаете, что было там? Вот. Предупреждаю. Я молчу, прости. Коробочка на английскими буквами на коробочке написана. Пришла в интернете, погуглила. И эти таблетки запрещены для продажи в России, только за рубежом, потому что там бывают побочные эффекты и очень-очень поразительные. Вот у меня есть доказательства распечатка с форума. Ваша честь, я тоже можно добавлю. Другими словами, вы увидели, что таблетку какую-то давали чужой кошке. Да. И поэтому пришли сюда в качестве свидетеля. А как вы познакомились-то? Ну, как ко мне обратилась... Да, я просто, ну, обратилась, потому что соседи, я хотела узнать, что их происходило. То есть вы походили по соседям, узнали, что происходило, да? А только этот сосед пришел показать. И привели в качестве свидетеля. Нормально. Все понятно. А можно еще добавить? Я еще посмотрела вот тоже в интернете. Насчет этого лекарства, то, что, во-первых, оно запрещено в России. Во-вторых, нужно пол таблетки на 5 килограмм. А у меня кошечка, вы видите, она меньше 3 килограмм весит. Она ей целую запихнула таблетку по этому. Откуда вам-то вообще? Вы мне объясните лучше вот что. Стоп, 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 стоп. Объясните мне, каким же образом тогда в интернете появилось сообщение о том, что вы на 5 дней хотите кошку пристроить. А договаривались на 2. Ну, вот расскажите, пожалуйста. Ну, это моя вина, я согласна. Но из-за этого нельзя уродовать животное. То есть вы признаете, что вы эту кошку передали ответчику на 5 дней вместе с тех 2 дней, о которых договаривались? Неинформировали. Письменный договор есть? Есть у вас письменный договор о передержке кошки? Увы, нет. А что вы говорите, какие-то документы есть? Есть расписка, ну вот насчет того, что я ей заплатила деньги. Это расписка, а не договор. Передайте мне, пожалуйста, расписку. Итак, расписка о получении 15 тысяч рублей за случку ее кошки. Договора нет. Какие-либо доказательства еще есть у вас? Более никаких. Отсутствуют. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Я пошла в дирекцию, говорю, поменяйте мне его, я не хочу, он пристает. А мне сказали, проще тебя уволить, чем его поменять. Интенсивные фитнес-тренировки закончились для клиента обширным инфарктом. Какую роль в трагедии сыграли сексуальные пристрастия мужчины, а какую месть тренера, решит суд. Это нормально вообще? Ты сидела в Милане 5 дней, и сейчас мне говоришь про таблетки, которые ты видела. Все, не надо, вы мне кошку изуродовали. Я тебе кошку не... Ну, завернись обратно через 2 дня, забери кошечку красивенькую, иди домой. 2 дней вы решили вот это устроить, да? Я ничего не устраивала. Я вам деньги заплатила. За 15 тысяч я должна еще 70 потом лечить твою кошку. Вы занимаетесь профессионально этим, да? Слушай, ну ты же тоже, наверное, не девочка с луны упала. Для меня это первый раз было. Я должна прям сейчас... Я вообще не занимаюсь разведением, это вы занимаетесь. Ну 5 дней, это не 2 дня. Ты возбудитель-то зачем ей давала? Зачем, да, таблетки не давала? Какие таблетки? Из-за этих таблеток она так себе вела. Зачем, да, таблетки-то зачем давала ей? Может, она таблетки не дала? Откуда я знаю, какую кошку мне привезли? Ой, лучше бы я другим отдала. Оглашаю решение суда. В данном случае, те отношения, которые рассматривает суд, регулируются 137-й статьей Гражданского кодекса. При этом животные, конечно, не могут быть подконтрольны полностью человека. В заседании я не сумел установить, что вам был причинен вред. Вы не доказали, что вред был причинен именно ответчикам. Напротив, суд, доверяя показаниям ответчика, пришел к выводу, что ваша кошка пострадала от кота в результате какой-то неприязни. Но именно от кота, а не из-за виновных действий ответчика. Поэтому я отказываю в удовлетворении ваших требований. Окончено слушание дела. Решение суда. В иске отказать. Моя кошечка осталась инвалидом, но я все равно ее очень люблю и надеюсь, что найдется такой кот, в котором у нас получится котята. Все будет хорошо. Вся эта история с кошками, с котятами и с котами более чем странная. Ничего в жизни я подобного не видела. Ну, разные бывают кошки, разные бывают люди. Я спресс буду просто умнее. Надо понимать, с кем и когда, и с кого привозить в дом, каких кошек, каких людей. Это мне наука. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работой. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск. Да. Я не согласен с этим. Истец требует взыскания компенсации вреда здоровью. Ответчик заявляет встречный иск, о компенсации морального вреда. Слушается дело взыскания с ответчика, а именно с Казаковой Натальей Леонидовны, 525 тысяч рублей. И встречное требование Казаковой к Чернышеву в размере 150 тысяч рублей. Начнем с вас. Ваша честь, я как бы зрелый мужчина, в хорошем возрастном цензе. Вот, всегда поддерживал спортивную форму. Вот, поэтому занимался спортом. Ну, у меня есть свой бизнес. Немножко в последнее время, как бы, запустил немножко себя. И хотел восстановить. Да нет, прекрасно выглядеть. И вот у нас, вы сами знаете, город не очень большой, открыли вот хороший фитнес-центр. Вот. Мне мои друзья порекомендовали, во-первых, там не всем по карману этот фитнес-центр, плюс там хорошие, как говорится, фитнес-тренеры профессиональные. Вот. Там, значит, есть врач персональный, есть бассейн, современный тренажер, в общем, все удобства. Когда я прошел клинический осмотр в этом центре, мне, значит, рекомендовали одну из лучших, вот эту девушку, которую Наталья зовут, что она, все клиенты только в восторге и всегда только одни благодарности от нее получают. Похоже на то. Вот. Дело в том, что я, в общем-то, в принципе, почитал свою программу, как бы поначалу, мне все нравилось. Вот. Я даже, кажется, тоже ее рекомендовал там друзьям, такая девушка молодая, энергичная. А что ж ты претензий такой не имеешь? А потом я стал понимать, что что-то происходит не то, что у меня какие-то нагрузки постоянно больше стали. Я стал даже немножко там задыхаться в плане того, что... А я потом посмотрел, допустим, мне по программе было назначено, например, 10 приседаний, а она мне почему-то 30 приседаний. Вот у меня дневник, у меня все зафиксировано, все четко. Плюс, например, я просил там, допустим, что-то обратить внимание на какую-то, например, там водную большую процедуру, она мне говорит, давай с гирями там заниматься и все остальное. Да то, что он молодился там, пытался все помоложе выглядеть, как молодой бегал. Да не надо мне ваш юношеский максимализм выдвигать. Я вам выдвигаю конкретные требования, 525 тысяч. Из чего я стал? На красную игру вавки, да? Дело в том, что в одной из тренировок я просто получил обширный инфаркт. И хорошо, что меня вовремя успели вызвать скорую помощь и увезли в кардиологический... Инфаркт случился во время занятий? Да, вот именно когда она за мной издевалась, как фашистка, мне непосредственно там постоянно упрекала, посмеивалась и говорила, что давай-давай, у тебя лишний вес, там бачки там и все остальное. А вы как военно-пленный, что ли, были там? Не, ну, во-первых, я как мужчина, я же не могу, допустим, себе позволить сказать, что я не могу, мне там еще что-то. Не в этом случае. Я думаю, она же профессионалка, фитнес-тренер, поэтому ее же обучали для этого дела и не просто в такой элитный фитнес-центр ее бы взяли. Наверное, она... Вина-то в чем? Вина в том, что она меня довела до инфаркта. Я получил, значит, два месяца полностью от ключки нетранспособности. Как я кони не двинул, я вообще удивляюсь, просто врачи, наверное, хорошие попались. Я только на одни таблетки, вот, кстати, полные ликвитанции, на 165 тысяч я дополнительно, то, что мне было назначено на лечение, еще купил лекарства, чтобы быстрее восстановиться. Плюс я неплохо зарабатывал свое время, допустим, сейчас я по инвалидности получил вторую руку. И 65 тысяч мне только все, она была назначена. А я получал 180. И два месяца это будет получаться 360 тысяч. И из этого получается 525 тысяч мои полностью расходы. Прекрасно рассчитали цену иска, передавайте мне документы. Пожалуйста, вот все документы, справка из кардиологического центра, заключение кардиолога, непосредственно, значит, все справки о физических доходах и моя медицинская... Пухлая. Пухлая медицинская книга там. Ну, эта книга просто там, в том числе и санатории были написаны, в которых я отдыхал, а там чисто... Да с такой книгой вообще тренироваться нельзя было. На профилактике пишут, что я там отдыхал, и они ставят диагноз, как всегда говорится, с улучшением был выписан, потому что я себе мог позволить там и за границей отдыхать. Договор, я вижу, был у вас заключен не с Натальей, а с клубом. Ну, естественно, она же не индивидуальный фитнес-тренинг, который я ходил к ней домой тренироваться, она в клубе работала, поэтому был и заключен договор с клубом. Ввели в расходы бизнесмена. Ужас. Так, может быть, все-таки вы измените свои требования, и ответчиком будет клуб? Я категорически не хочу изменять свои требования. Договор-то с клубом? Значит, клуб здесь ни при чем. Ну, как девушка. Вы считаете, что именно ответчик виноват? Да. Потому что здесь какие-то отличные мотивы именно на мужской пол. Я так понимаю, что, допустим, даже ее непосредственные коллеги ей делали как бы устные замечания, что ты над одним издеваешься и что-то от него хочешь, что может привести к каким-то последствиям. Это я могу даже свидетеля вам пригласить в этом плане, который подтвердит, что это факт. Давайте-ка мы сначала разберемся с ответчиком. Ответчик, как и вы уже знаете, заявил встречные требования к вам, а после этого уже подумаем, нужен ли нам свидетель. Хорошо. Слушаем. Ваша честь, у меня встречный иск к этому господину, это я пострадала, меня уволили с работы, мне больше тебе работать негде, да меня даже в подвальный клуб вонючий не возьмут, ведь ты с тренером работать из-за него. Спасибо сказать тебе. Да что ты говоришь. Да мне жрать нечего теперь. Спасибо. Еще из меня последние деньги хочешь свести. Вас уволили по собственным желаниям, а не сволчим блядом. Я тут вообще ни при чем, это никак не связано. Вот дневник тренировок, мы четко тренировались. Ничего такого не было. Истец утверждает, что именно вы довели до инфаркта. Да, я тренировала его во время этой тренировки, когда он получил инфаркт, и я между прочим скорую вызвала, и спасибо я за это не услышала. Да, я должен был по капельнице спасибо говорить. Я не знаю чем он занимался перед этой тренировкой, может он бухал три дня. Он уже на эту тренировку пришел взьюченный, уставший, я не знаю что с ним было. Но если вы опытный работник, а вы судя по всему опытный работник, да? Я опытный профессионал, да. Профессионал. Вы же видите, что человек устал. Зачем же вы даете ему такие серьезные дополнительные Он сам был согласен. Видимо молодится человек, ему наверное стремно было сказать, что вот я устал. А вы не видите сами? А? А вы сами что не видите? Нет, я не видела. Но какой же вы профессионал тогда? Тогда правильно, что вас не берут ни в какие задворные клубы. Мы с ним всегда тренировались, все было нормально. И в этот раз я ему сказала, ну может все таки как-то это? А он нет, мы будем тренироваться. Вы мне наоборот подхихиковали и говорили, что-то вы здесь расслабились, давайте побольше на грузочку возьмите штангу побольше там блинов накидайте и отжимания Ну вот вы видимо и взяли там где-то перед тренировкой. Объясните, почему? Объясните, на чем? Я как мужчина, мне допустим перед вами стыдно было. Может быть вы разрешите мне все-таки сказать, а? Пожалуйста, пожалуйста. Извините. На чем основаны ваши встречные требования? На том, что меня уволили из-за него, из-за этой ситуации нелепой, в которой я вообще никак не участвую, не фигурирую. Я здесь никак… Ну 150 тысяч-то откуда берутся? Ну это моральный ущерб. Ну вот мне показалось, что мне столько хватит. Ну аппетит-то во время еды… То есть вы… Для него это еще немного. Вы нравственно страдали и настрадались на 150 тысяч рублей. Конечно, я страдала. Потому что я зарабатывала там столько. Если разделить на то количество месяцев… Минуту. Значит, это не компенсация морального вреда, а это взыскание имущественного ущерба? Ну пусть будет так. Но я-то не разбираюсь в этих вопросах. Значит, нужно было пригласить адвоката. Да у меня денег нет на адвоката. Значит, нужно было проконсультироваться с юристом. Вы говорили что-то о свидетелях, да? Да, Ваша честь. Значит, это же ее даже подруга, которая лучшая была, тоже такой же фитнес-тример. И она ей говорила, я слышал, что ты делаешь, ты его сейчас доведешь до какого-то состояния, которое потом будет проблемой. Все бред полный. Я вас просто попрошу, чтобы… То есть вы считаете, что ответчица специально довела вас до инфо? Да, я так считаю. Может, у нее какой-то личный мотив на мужской пол. Может, у тебя ко мне есть уже… Вряд ли. Я просто попрошу пригласить свидетеля. Ольгу Емолаевну. Передайте мне, пожалуйста, документы, которые ответчица представляет суду в качестве доказательств. Итак, я понимаю, там трудовая книжка и журнал тренировок, да? Да. Ваша трудовая книжка? С увольнением по собственному желанию. А вы сказали, вас уволили. Ну, почти уволили из-за этой ситуации. Да нет, вы сами прекратили. Меня попросили. Так, это журнал тренировок. Все добросовестно. Пригласите свидетеля. Свидетели вставы идите. Представьтесь. Здравствуйте, ваша честь. Карпушина Ольга Тимофеевна. Истец знаком? Да. Ответчик? Да. Что вы хотите сказать по заявленным требованиям? Ваша честь, я фитнес-инструктор из того же центра. Наталью знаю прекрасно. Думаю, что уволили ее правильно. Пусть спасибо скажет, что дали возможность. Ах ты тварь, да что спасибо сказать? Да за то, что меня добровольно попросили? Уволятся? Да сама ты тварь. На моих глазах буквально она Дмитрия Федоровича чуть ли в могилу не завела. Да он приставал ко мне. Я ей говорила. Остановись. Остановись, пока не поздно. Дайте послушать свидетелей. Присосалась к папе, куда? Да, присосалась. Молодец. Ваша честь, я ей говорила. Ответчица, я делаю вам замечание, перестаньте, пожалуйста, мешать суду разбираться в вопросе. Ладно? Слушаю вас. Ваша честь, я неоднократно видела, что она, мягко говоря, перебарщивает. Говорила ей, остановись, что ты делаешь? Она только хихикала в ответ. Да блин, да он бы остановился. Он то за попу меня, то за грудь потрогает. А ты рада? А потом продолжение просит. Какого продолжения? А ты рада такого продолжения? Да ты сама рада. Да она тварь, она с ним ******. Слушайте, прекратите это безобразие, пожалуйста. Приставали к ответчице с недостойным предложением. Я ей делал какой-то комплимент. Это наоборот, я даже на снарядах. Плюс было, что я, допустим, спасибо этому. А что, вы занимались один на один, что ли, на снарядах? Других людей нет? Нет. В тот момент, когда он ко мне эти предложения делал, там никого больше не было. Какие предложения, девочка? Интимного характера. Вы что-то в себе возомнили такого, что это самое? А я пошла к дирекции и говорю, поменяйте мне его. Я не хочу, он пристает ко мне нагло. Я пристаю. А мне сказали, проще тебя уволить, чем его поменять. Да не ври, что он к тебе приставал. Да ты охренела, а ты как перед ним ******. Присосалась ему. Проститутка. В своем розовом купальнике. Сама ты проститутка. Да он мне вообще на фиг не сдался. И не ври, что он к тебе приставал, а ты как перед ним ****** выкрутила. В своем розовом купальнике. Блин, да у меня один раз был хотя бы, а ты постоянно с ним ******. Проститутка такая. А ты рада одному разу. Мне вообще это не нужно. Да сама ты проститутка. Вот и уволили меня, поэтому. Чуть не загнала, что мне он вообще не... Удаляется суд для принятия решения. Судья Николай Бурделов. В новом проекте. Зал суда. Битва за деньги. По-моему, сейчас вы хотите решить финансовые проблемы за счет меня. Я их сам разрешу сейчас, ваши финансовые проблемы. Он знает, как поделить ваши деньги. Вы что, хотите плодить нуждающихся, что ли? Он не стесняется в выражениях, когда чиновники творят беспредел. А вы что сделаете? Вы устроили коммунальную квартиру пожизненно для этих людей. Премьера сезона. Смотрите каждую пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Ты уже все сказала, дай мне теперь сказать. Я сам разберусь. Оглашаю решение суда. Вы, имея договор с клубом, обращаетесь за взысканием к тренеру, которая с вами договор не заключала. Она была назначена клубом сопровождать ваши тренировки, но договора не имела с вами. Вы, в свою очередь, направили заявление в клуб об увольнении по собственному желанию. Какие же у вас основания имеются требовать денежные средства СССР? Так попросили-то из него. Вы должны были разобраться между собой в процессе тренировок. Вы должны были действовать разумно. У вас же договорные отношения. Вы должны были действовать разумно, добросовестно. Это прямо указано в законе. А вы что? Начали тренироваться? Скорее всего, начали показывать свои бывшие физические возможности. Получили инфаркт. А теперь с тренера пытаетесь взыскать те деньги, которые на самом деле потеряли. Но это незаконно. Поэтому суд приходит к выводу, что ни ваши требования по встречному иску, ни ваши требования по основному иску удовлетворению не подлежат. И еще. Единственное, чего жаль, это что вы не платите пошлину по данному иску. Потому что освобождены от нее в связи с вашей инвалидностью. Слушание дела окончено. Решение суда. В иске отказать. Во встречном иске отказать. Я, конечно, хотел наказать на деньги этого фитнес-тренера. Но так как закон этого не предусмотрел, мы теперь побоимся с фитнес-клубом, что таких тренеров воспитывают. И они мне деньги заплатят. Из-за ИСА меня уволили с работы. В моем профессионализме как фитнес-тренера усомнились. Ну, хоть полмиллиона не пришлось платить. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я. Я пахала пять лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе идиота 170 тысяч не дам. Решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разъявите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Да откуда я такие деньги возьму? Вон, смотрите, у меня одна мелочь, только в кармане. У меня жизнь не она ждать. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. searching. Я знал. Продолжение следует...